онлайн лекторий соут 2023 изменения в законодательстве в нормативно-правовой базе обучение по охране труда пройдено до 1 марта срок действия 3 года нужно ли включать в реестр обученных с 1 марта значит в реестр обученных с 1 марта включайте ты кто во-первых можете зарегистрироваться там только с 1 марта поэтому только те кто обучен после 1 марта в декабре восемнадцатого года в нашей библиотеке состоялась специальная оценка условий труда замечаний не было по-прежнему армативным актом через пять лет соут проводить не надо если не менялось штатное расписание технологии на производстве и не было чипы несчастных случаев или указание инспектора по охране труда на что-то суд все время написано я думаю соут тут имелось ввиду значит как по новым нормативным актом надо ли проводить соут по истечении пяти лет я думаю что если у вас значит в библиотеке условия труда были признаны допустимыми и или оптимальными это скорее всего по результатам специальной оценки туда вас была подана декларация и проводить ее больше не надо если ничего не меняется ну и а если есть рабочие места на которых установлено может какой-то льготное пенсионное обеспечение там по работникам культуры да значит то проводится через пять лет здесь ничего не меняется для вас прошу на семинаре ответить на вопрос на каком портале будут проводить тестирование по охране труда как на него выйти где взять вопросы по которым будете проверка знаний здесь это все будет ясно с 1 марта пока вопросов нет они были там как-то выставлены до нового года эти вопросы можно было посмотреть сейчас пока ничего нет я думаю что надо дождаться 1 марта и будут уже комментарии по этим вопросам мин труда и тогда уже сможем ответить на этот вопрос пока это все подвешенном состоянии мы арендуем офис у арендатора есть соут рабочие места те же должности тоже нужно ли нам делать свой соут а также нужен ли соут для сотрудника оказываешь там услуги по работе но работающий на своих рабочих местах не относящихся к нам значит соут проводит работать только на своих рабочих местах на то она с конец с работниками с которым исключен трудовой токовый если арендуете офис да вы можете обратить внимание там например опять же если вы вдруг попадаете под микропредприятия значит сама декларирование сделать но провести и не понимаю офис у которых есть соут на этих же рабочих местах вас сидят работники разных организаций не очень понятный вопрос но то что соут вы должны провести на рабочих местах на работе работников с которым с учетом трудовой договора это обязательно значит хочу сказать что для микропредприятий да это сама декларирование теперь не надо нанимать компанию если у вас вы не подходите вот под эти особенности под упрощенный порядок он все равно у вас будет проводиться в сокращенном виде вам не надо быть полностью потому что на рабочем месте скорее всего офисных работников не будут задекларированы индифицированы вредные факторы и поэтому по умолчанию эти условия труда будут нести недопустимо просто заполняться декларации и все поэтому все равно будет сокращенные провести и считаю что лучше провести избежать чтобы избежать штрафных санкций лучше один раз провести тем более если у вас офисные места условия труда будут признаны вредные факторы будут не идентифицированы потому что мы смотрели по значит по классификатор там нет факторов которые можно идентифицировать на офисных рабочих местах значит и поэтому условия работы пустимы мы заполнили декларацию и забыли об этом если у вас ничего не будет меняться на рабочих местах и что вы забыли специально церковь труда но зато вы избежите штрафных санкций они все равно немалыми мы же видим вот на экране да что все-таки юридическое лицо 60 тысяч я думаю что специально оценку свой труда если она вы можете уложить цели в эти деньги а может быть она будет намного дешевле один раз заплатили за то штрафа вы будете платить если вы не провели вы заплатите штрафы и все равно вас вас будет предписание проведение специальной оценки условий труда если после оценки все рабочие места имеют второй класс нужно ли проводить повторный соот один раз пять лет времени достаточно единожды когда был второй класс установлен значит вы должны если имеет второй класс вы должны были бы составить декларацию декларация имеет бессрочный порядок и проводить спецоценку больше можете не проводить хотите проведите но требование обязательно требования по проведению значит но обязательно должна быть подана декларация будьте добры я писала в прошлый раз но не успели ответить если работе проходит аттестацию по электроэнергетике программа в нужно ли проводить обучение по программе б если а по программе был наша насколько я помню проводится если есть средние производственные факторы и значит если оценки по оценке рисков там по факторам значит смотрите по электроэнергетике если вы относитесь к электроэнергетике вот к тем предприятия по которой указаны в 24 64 то проводить не надо читайте я на ваш вопрос отвечу письменно вам тем более адрес электронной почты есть извините если я почему-то ваш вопрос что раз не увидела потому что я письменно отвечала на вопросы прошлого лектория в организации 5 рабочих мест бухгалтеров сидят двух кабинетах провели соот два основных рабочих три аналогичных штатном расписании добавили бухгалтера приняли работника которого посадили в один из кабинетов котором проводили соот надо ли проводить соот вновь принятого работника или можно считать аналогичным нет вновь принятые работники вновь организованным работам или значит вновь принятые это те которых работы у вас не было здесь вы ознакомите этого принятого бухгалтера с карты которая у вас есть значит составляется по его трудовой договор что условий условия труда у него допустимые значит вносит информацию этого работника знакомить с этой картой все больше ничего проводить не надо если нет профсоюза тем согласовывать перечень рабочих мест нет согласование с профсоюзами или с уполномоченным от уполномоченным от по охране труда от коллектива рабочего только при их наличии если их нет значит ничего согласовывать ни с кем не надо а если нет профсоюзной организации кого включать комиссию значит включаете в комиссию я уже говорила чтобы у вас про более правильно составленного перечня рабочих мест дальше работа значит по установлению гарантии компенсации чтобы вы могли проверить организацию которая проводит вас специальную оценку стоит труда она вам принесли при тем более вы согласовывать этот отчет по специально оценки включайте тех работников комиссии те которые хотя бы владеют этими вопросами какими то значит профсоюзы значит если есть выключаете если нет значит про них забыли если есть специалист по охране труда должен обязательно быть включен значит в комиссию просто если есть профсоюзы и специалист по охране труда на читание не включены в комиссию это уже нарушение порядка проведения специальной оценки суток потому что они в законе указаны а если их нету их не включают включать тех работников которые у вас имеются если произошло перенимание организации изменился собственник предприятия изменились наименование должностей в штатном расписании то нужно ли проводить соот предыдущие сделано в двадцатом году если произошло перенимание изменился собственник предприятия изменились наименование должностей в штатном расписании если не изменились слои труда поменялось только наименование значит то проводить специальную оценку слоя труда не надо вы пишете вы составляете протокол создания комиссии эти результаты проведенные такого то значит такой то даты специальной оценки с лодкой рабочих на пероо значит такой организации считать действительными значит такой организации так как условия труда не изменились но если что-то изменилось а мы вопросе то не указали на самом деле окажется что да поменялись условия труда там вы переехали потому что помимо того что призна его еще переехали на другую адрес то это уже нужно будет проводить, и если не проведена спи-оценка, будет нарушение. Можно ли отнести к аналогичным местам места, которые проводятся в разных помещениях? Это выполняет один функционал. Можно ли отнести к аналогичным рабочим местам места? Это еще раз повторяется. Значит, аналогичные рабочие места, если наименование одинаковое, оборудование одинаковое в разных помещениях, но все в случае одинаковое, почему бы нет? Мы можем объединить даже, ну вот, как пример приведу такое, что, например, проводя специальную оценку на железной дороге, объединялись даже несколько железнодорожных станций, которые сделаны однотипно. Все у них, значит, одинаково могут объединяться там. Я думаю, что если эти помещения по вентиляции, по освещению, по всему соответствуют, то, конечно, можете, значит, к аналогичным местам отнести спокойно. Если в предыдущий СОУ, 2018 год, в одну карту по ошибке внесли два работника, по ошибке внесли два работника, четыре работника, но там не смена, если они должны были быть аналогичны, возможно, ошибился эксперт или комиссия. Места были второй класс, оформлена декларация. Сейчас, в 2003 году, на эти рабочие места подать на продвижение будет новой ошибкой. Почему у меня дублируется вопрос? Смотрите, значит, ну, во-первых, если ознакомлены все-таки все четыре работника с картой, я думаю, большой ошибки тут не будет, тем более второй класс не связан ни с назначением гарантии, компенсации, медосмотров, ничему. Вы можете, конечно, провести на этом рабочем месте внеплановую специальную оценку условий труда, исправить эту ошибку, потому что исправить просто так в карте это невозможно, только в результате внеплановой спецоценки. Но, с другой стороны, подана декларация, она бессрочная, и если все четыре, я еще раз повторюсь, все четыре работника ознакомлены с картой и с условиями труда, то нет смысла проводить. Я бы не заморачивалась с исправлением этой ошибки. Как будет проводиться оценка условий труда на рабочих местах на строительном объекте, если это будут временные рабочие места примерно от одного года и более? Как будет проводиться оценка условий труда на рабочих местах на строительном... О, господи, все время забыл, что у меня почти дублируется, значит, описание. Значит, ну, во-первых, нестационарные рабочие места вы определяете комиссией, какие факторы вместе с экспертом, что вы будете измерять. Может быть, кроме как тяжести этого процесса, вы ничего и не сможете измерить на этих рабочих местах или с инструментом. Значит, тут уже типовые операции определяются и смотрите, какие измерения вы будете проводить на этой площадке. Вы проводите дату измерения у вас и место проведения измерения в протоколе указывается. Поэтому там, на какой площадке, на какой строительной площадке вы застали этого работника в данный момент, там и проводите измерения. Это все будет указано по времени. Если через год она сменилась, значит, и поменялись, может быть, какие-то, да, может быть, на строительной площадке где-то будет что-то закрытое, там какие-то действуют факторы конкретно к этой площадке, и за эти факторы назначены гарантии компенсации, а через год уже не будет там, значит, этих факторов. Но они должны были быть учтены, то, может быть, есть, значит, может быть, и нужно будет провести специальный возник условий труда. Но, как правило, на таких нестанциональных местах, тем более, когда работодатель не может повлиять на условия труда на этих рабочих местах, изменение тяжести труда. А с другой стороны, если мы берем, например, ну, того же арматурщика, да, и оцениваем только тяжесть труда, я думаю, на какой площадке он там будет через год, тяжесть труда у него все равно не изменится. Это существует показатели, а станут, скорее всего, в том же классе выполнять все равно работу арматурщика. Еще вопрос. Если организация, проводящая СОУ в 2019 году, не внесла результаты, проводимая настоящей организацией СОУ в реестр, что с этим делать? Если организация, проводящая СОУ в 2019, не внесла результаты, проводимая СОУ в реестр, здесь непонятно, не внесла организация, так, а проводящая СОУ. Значит, надо все равно внести, потому что вы получите... Так, понимаете, может быть, от того, что вы с нарушением сроков внесли результаты, это и пройдет без назначения штрафа, так, внесли и внесли, организация появилась в реестре, и все нормально. Декларацию отправили, значит, если она есть, здесь оформлена. Потому что если вы не внесете, вы, как правило, все равно попадете в автоматическую проверку, значит, и заплатить штраф, а так, может быть, все-таки нарушение этих сроков выгрузки, оно может пройти и для надзорного органа незаметным. Внести в любом случае все равно нужно, потому что ваш отчет недействителен. Вы у нас, я уже говорила, да, действие отчета наступает с момента выгрузки. Если выгрузки нет, значит, у вас специальная оценка своей труда в организации не проведена. Как подать подтверждение неизменности техпроцесса для проведения декларации? Какие сроки-то нужно сделать? Ничего не нужно. Вы подали декларацию, если ничего не меняется, она автоматически, она, во-первых, вы подали декларацию, она уже бессрочная. Если ничего не меняется, значит, вы спокойно продолжаете работать. Вот если что-то изменилось, и это выяснится при какой-то плановой проверке вашей организации, вас накажется то, что вы не провели заново спецоценку. А подтверждать от того, что у вас ничего не менялось, нигде не надо, никакие сроки. Как быть, если ЕКС или ЕТКС отсутствует? Здравствуйте. Значит, ну, как правило, квалификационный справочник. Вы всегда откроете квалификационный справочник должностей. Значит, практически все должности там указаны. Вы всегда можете найти и на руководящихся, на специалистов, на специалистов всегда, я считаю, что можно, если, конечно, надо потратить время, но найти описание работы специалиста. Какие-то есть специалисты, да, они, может быть, более детализированы, но общее описание вы всегда в ЕКС найдете. Значит, ЕТКС, значит, подобрать очень редко, когда нет описания профессии, надо просто правильно искать. Выбрать правильно на вид деятельности организации, ЕТКС, значит, правильно выбрать. Или профстандарты сейчас они, тем более, они объединяют очень много там, значит, профессий, в один профстандарт входит. Но если в сущности такое тоже может быть, это методика 33Н предусмотрена. Значит, нет, извините, неправильно сказала. Значит, код может отсутствовать, а вот методика как раз, если мы посмотрим инструкцию заполнения карты, то раздел КС и ЕТКС, там нет возможности написать отсутствие. Значит, мы должны подобрать что-то, может быть, сослаться на инструкцию с другой стороны, где-то все равно должна быть описана работа конкретного работника по конкретной профессии или должности. Трудовая функция не изменилась у работника, изменилась только на название должности. Что надо ли проводить в СОЛОД? Нет, мы, опять же, если все осталось неизменно, поменялось только на именование должности, мы, опять же, составляете протокол заседания, результаты спецоценки на таком-то рабочем месте, номер карты такой-то, считать действительный, для рабочего места, номинования новой должности в связи с изменением штатного расписания, и вот так как условия труда не поменялись, там уже текст составите, чем подробнее напишите, тем лучше будет, тем понятнее будет ситуация, почему вы не проводили специальную оценку условий труда. Инспекция аудита предприятия написала нарушение финансирования первичных медицинских осмотров, если пункт на рабочем месте не прописан в строке 040. Инспекция аудита предприятия, я так понимаю, конкретно что-то в организации. Еще раз говорю, в строке 040 мы прописаны только теми досмотра, которые связаны с вредными условиями труда. И чтобы кто не писал, значит, включение видов работ, потому что есть рекомендательные письма от Минтруда, что виды работ надо включать в карту специальной оценки условий труда. Но это опять же рекомендации. Это Минтруд, как правило, теперь уже сам указывает, что своя письма это не нормативный акт, это всего лишь рекомендация, и это мнение частного лица, который давал где-то там ответ или писал какие-то, значит, рекомендации там, или составлял какое-то письмо. Поэтому, значит, вот я вам как раз в презентации показала, что строка называется 040. Может быть, если бы было наименование строки написано «Гарантия компенсации за вредные условия труда или опасные условия труда», было бы четко всем понятно. Но я вам связала логически, что у нас в строке 216 написано, что работник имеет право за гарантии компенсации за вредные условия труда, значит, уже строка 040 имеется только за вредные условия труда. Поэтому здесь, конечно, я не знаю, что такое инспекция аудита, но они не правы. Если суд была проведена, декларация сдана, есть отметка «ГИД», но в личном кабинете Минтруда нет информации, как действовать. Здесь просто написать письмо и попросить разъяснение, почему декларация нет в реестре. Тут я считаю, что нужно выяснить причину, потому что я знаю, что очень много организаций жалуют, что в реестре почему-то не видно их деклараций, которые они подавали. Ну, понимаете, сегодня вроде бы на это и, может быть, Минтруда, Роструд не успевает обработать декларацию, я не знаю, какие причины для этого там, может быть, как-то реестр, но когда-то, может быть, за это будет наказание, поэтому лучше выяснить сразу причину, почему декларация не, значит, своему тому же инспектору написать. По суд молоко планируем замену молока компенсацией. Как чисто технически осуществить? Работники ищут заявление, пишут заявление по табелю, расчет смены, потом есть ли в программе 1С возможность осуществлять их, кто обязан расчетом заниматься. Значит, замена денежной компенсации, она в фрикаде очень хорошо описана, поэтому вот в программе 1С я не могла им дать консультацию, не работаю в этой программе, поэтому тут уже... Ага, как замена молоком, там все технически, это все описано, поэтому просто возьмите документы и прочитайте, как это правильно сделать.